Царю Небесный, Утешителю души истины, И живи везде, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Приди в сели селны, и очистины от всяких И спаси блажен души наши. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины, Ты с нами в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем. Пособие для бесед с различными типами людей. Те, кто не верит в существование Бога, безбожники. Псалом 13, 1 стих. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Попытайтесь узнать мнение того, с кем на этот раз разговариваете. Как он понимает слово «безумец»? Вот от этого стиха и не отходите во время беседы, постоянно возвращаясь к нему. Посмотрите на реакцию этого весельчака. Говорю везде по отношению собеседника мужчины. К женщине применимы все эти стихи, но с поправкой на ее немощь, легкомысленность. Избегайте перехода их на вашу личность. Ходить в подробности, какие ничего не дают. Где родился, где учился. Эта вот сторона нужен не им, а нужен только тому духу зла, который мечется в это время рядом с вами. Перед беседой и во время беседы желательно хотя бы кратко своими словами помолиться. Открой, Господи, чтобы слово Твое имело силу и в этой беседе, чтобы Библия заняла главное место в жизни каждого из нас, чтобы Священное Писание руководило нами, и чтобы Дух Святой сам научил каждого из нас, как нам понять слово вечного Бога. Аминь. В Библии слово с корень без ум встречается 85 раз. И всегда оно означает отступничество от Творца, переход в стан врагов, в противную группировку. Рассмотрим, как и где это слово потребляется в Библии, чтобы нам не ошибиться с его применением. Иисус Христос сказал, Матфея 5.22. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рока, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Диэне Огненной. Рока пустой человек. 2 Ездра 8.72. Ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и безумия наши вознеслись до неба. 3 Ездра 10.6. О, безумнейшая из всех жен, не видишь ли скорби нашей и приключившегося нам? Премудрость Соломона 1.3. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы его обличит безумных. Премудрость Соломона 10.8. Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, в чем заблудились. Терахов 20.14. Даяние безумного не требует... Простите. Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия. Терахов 20.22. Иной губит душу свою по робости, и губит ее из лицеприятия к безумному. Терахов 21.22. Наставление для безумных, а оковы на ногах, и как цепи на правой руке. Терахов 22.14. Уклонись от него, и найдешь покой, и не будешь огорчен безумием его. Терахов 27.11. Беседа благочестивого всегда мудрость, а безумный изменяется, как луна. Никотерина и Янис, Лоцис. Выключите микрофоны. Шумно вот. Благодарю. Псалом 48.14 стих. Этот путь их, есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Псалом 37.6 стих. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 38.9 стих. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Псалом 52.2. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Какая же причина, что начав, как и все рожденные женами от утробы матери, человек так, в кавычках, умудрился, что стал известен под прозвищем безумный. А чего же его псалмопевец дважды называет безумным? И в чем причина? От того, что стал этот умник очень грамотным, высоко поднялся в нравственности. Как раз наоборот, кто живет благочестиво, порядочно, тот тянется к Богу. Кто добр, ему хочется, чтобы его дела были известны всем. Чего скрывать? Это нормальное явление. В Англии от Анат 3 глава 20-21 стих. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Салом 68-6. Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Салом 72-3. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Салом 73-18. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные пулят имя твое. Салом 73-22. Восстань Божий, защити дело твое, вспомни вседневное поношение твое от безумного. Салом 74-5. Говорю безумствующим, не безумствуйте и нечестивым, не поднимайте рога. Притча 5-23. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Экклесиас 7-17. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Исайя 28-7. Но эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Рог Исайя 44-25. Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов. Прогоняет назад изгнание их делает глупостью. Иезекииль 13-3. Так говорит Господь Бог горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Рог Исайя 9-7. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Евангелие от Матфея 23 глава 17 по 19 стихи. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Евангелие от Марка 7 глава 21-23 стихи. Ибо из внутреннего сердца человеческое исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, зло, баковарство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутреннего исходит от корня человека. Рука 12-20. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Иоанна 10-20. Многие из них говорили, он одержим бесом, не безумствует. Что слушаете его? Диания 26-24-25. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал он. Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. 1 Петра 2-15. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. 1 Коринфянам 3-18. Никто не обольщает самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веки 7, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. 1 Коринфянам 3-19. Ибо мудрость мира сего, есть безумие перед Богом, как написано, углавляет мудрых в лукавстве их. 1 Коринфянам 4-10. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. 2 Коринфянам 3-9. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 2 Коринфянам 4-10. И тогда открывается возможность излечиться от этого бешенства ума, эгоизма в сожженной совести. Или признанием себя самым, себя. Или признаем сами себя умными, но тогда как изгниваем и уходим в ад. Это и есть первая ступень пути к Богу. А всего этих ступеней 3. И Ивангелия от Матфея 16-24. Тогда Иисус сказал ученикам своим. Если кто хочет идти за Мною, отверни себя. И возьми крест свой и следуй за Мною. Первая ступень есть отвержение самим самого себя, то есть своего я. Признали себя таким, каким видит меня Бог. Он видит нас безумными, если мы не идем к нему. Не откликаемся на его призыв. Впреди. Безумнейшим из безумных называет Иоанн златоуст того, кто не признает Творца своего, видев в природе чудеса, солнце и весь космос. Кто мы по определению Духа Святого, который Он дал нам в Библии. И особенно тогда, когда говорим, что нет Бога. Люди забыли Бога. Отсюда все. Эти слова, слышанные им еще в детстве, сказал Солжениц. Отрицать существование Бога у гроба близкого человека или под звездным небом может только идиот или преступник, говорит Монтейн. Посоветуйте прочитать книгу Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Выдержки из брошюры «Доказательства существования Бога» из примера «Порядка во Вселенной». Новозыпков, 1993 год, 80-я страница. Страница с 5 по 29 и с 39 по 66. По прочитанному вопросу, замечания, предложения, мысли. Есть ли? Обычно человек не хочет слушать. В этом вопрос. Он не доверяет Библии как авторитету. То есть, ссылаться на то, что Господь считает тебя безумным. Вот смотри, в Писании слова он говорит, да вы все зазомбированы, ребята. Вы что делаете-то? И получается уже тут мы 2 Тимофея читаем. От глупых невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабы уже Господа не должны ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола. Получается, что у меня, по крайней мере, в разговорах, вот эта ступень, когда можно человеку сказать, что безумный сказал, что Бога нету, я ее не достигаю. Обычно споры идут вообще про авторитет Писания и про то, что не они безумные, а мы безумные. Что-то можете по этому поводу сказать? Как вот, надо ли человека сразу безумным назвать? Я пример сразу привожу. Мальчику сделали операцию, он где не видел, слепой был. Маленьким нельзя делать операцию на глазах. Должно быть не меньше семи лет. Так раньше считалось. И когда мы сняли повязку, мать пошла с ним через лук. А мальчик был очень любознательный такой. А он нюхал цветы, запах знал. А когда увидел цветы, как колокольчики, тут все разнотравия такое. Он сразу же к матери, мама, почему ты не говорила, какая красота. Она говорит, сынок, я тебе говорила. Я тебе говорила, а ты меня спрашивал. Я говорю, а вот колокольчики. Мама, а какие они? Мягкие. А я давал тебе щупать их. Ты дальше спрашивал, а какой звук? Как вот колокольный звон, раз он колокольчик называется-то. Нет, у него другой звук. Я не могла тебе объяснить, у тебя не было зрения. Вот это надо просто рассказать, который беседует. Спорить не надо. Он не хочет. И все, разговор окончен. Но у меня то опытнее два дня. Вот мы сидим в камере. Камера непростая. Нас звали камеры академиков. Прозвище такое было. Главный директор был. Главный рыбак Алтайского края. Там у него всегда все космонавты. Первые секретари были. Север Владимир Митрофанович. И посадили Лозина Анатолия Максимовича. Преподаватель второй группы космонавтов. Ну это умница такое. Я ему отвечаю. Да что ты с этой книги-то тут в Библии? Да бумага все терпит-то. Ну это он сказал. Но я вижу, что он не имеет веры. На завтра он снова вопрос задает. Я молюсь. И бывает между молитвами какое-то пространство. Немножко я тут прогуляться должен по камере. И он опять спрашивает. Видно, что эти вопросы его трогают. Я ему опять отвечаю. Опять со своей Библией. Дальше я ему не отвечаю. На третий день они оба вместе меня упрашивают. Ну ладно, скажи, что там про это написано в твоей книге? Он даже Библию не называет. Дальше переселяет, когда в другую камеру, там 75 человек, допустим, где-то. Авторитет Библии установлен для всех. Потому что я перешел туда с одним, кто слышал раньше. А который говорит, я ему говорю, так, а он так, значит, опыта никакого нет. Это все равно, что дали человеку меч, который только в руках держи. А дальше он сам знает, где голову отрубить и как. А человек положил и взял корявую палку. А я держал меч в руках, и он выпадает. Тренируйся, держи в руках крепко. Это меч сам рубит. Ты только прочитал, и голова долой. Размахивать зря не надо. Если так говорить и как, это один ответ, что нет опыта. Ну нету, не знает человек. Что значит опыт? О чем бы мы ни говорили, это значит опыт, если ты это пережил. Вот один ребенок сегодня, бабка тянет туда, дед туда. И он, я у бабушки один, я у дедушки один. Ну, купили собаку там, то другое. Вы знаете, как поют, а-ля-ля-ля-ля. Как рассказать ему? Он говорит, нет, сестренки нет, у меня братишки нет. Песня такая есть. Как ребенку рассказать, как хорошо иметь братьев и сестер? У нас семья была, 10 детей, было 12. Ну, живых 10. 5 братьев, 5 сестер. Сегодня один ребенок, он погиб паником. Один был, вся надежда на него. Он в олимпиадах занимал первое место. А отец генерал. Генерал, это я беру практически. Ну, его взяли, его в Чечне, его убили. Он не хотел скрываться. Он один теперь. Но у нас, если погиб один, мать, она как квочка, как курица. Ну, похвохтал день-два, ну, вот, помер, надо помолиться. Все, чтобы мать моя паниковала, или отец о чем-то. Их 12. Некогда это делать. Так и здесь. Если у тебя не одно место безумия, а мы просчитали этих мест 58, я к примеру говорю, то ясное дело, что ты вооружен. И вооружен так, что к тебе просто так не подойдешь. Вы просто не знаете. Каждое место, которое здесь найдено, вот чтобы вы знали. Ну, я опыт передаю. Опять же, привяжутся не рад. А вы говорите о себе. Ну, а что тебе говорить, когда ты уже сдался? Я тебе и не говорить не могу. Мне ни разу, за 56 лет, нарисую цифру, как я держу Библию, нарисую цифру 56, ни разу не пришлось потерпеть поражение. Независимо от того, кто передо мной. Коммунисты, фашисты, цыгане, мусульмане, буддисты. Не имеет значения. Я встречался со всеми, каких только назовете еретиками. Безбожниками. Люто ненавидящими тебя. Мы расставались. Он держался буквально за меня. Они едут, а мы не признаем ничего. Ну, ничего. Они завербовались работать. Едут в западную Украину. Мы едем в одном поезде. Ну, сколько? Трое суток. Я схожу на разезде под Степный Потеряевка рядом. И они со мной вышли. Я не могу их скорее. Поезд одну минуту стоит. Залезьте обратно. Я не пойду дальше. Мы никуда не пойдем. Мы только с вами пойдем. Все. Я их зазомбировал на 100% с крышкой и с основанием. Я смеюсь над этим словом. Почему? Господь. Он открыл сердце. Так что со мной, если у меня был один новый завет, мне приходится отдать его. Я буду искать в другом месте. Я не могу их оставить без этого меща. Поэтому скажите, у меня есть опыт такой, что эти слова никакой роли не приносят. Ну, значит, ты еще не боец. Ты просто стоял рядом. Дайте мне этих людей. Выведите по скайпу. И мы будем беззадовать. И вы посмотрите, что результат может быть другой, чем вы ожидаете. Я не знаю он какой будет. Я не люблю это вот высокоумие, высокомерие, самомнение. Я доверяюсь Богу. То, что вот здесь я написал, если вы действительно хотите работать с безбожниками, запомните все эти места на память. Цитировать. И местописание. Что? Не проходит? Но тут немного всего местописания. Когда мы беседуем о втором пришествии Христа, тема была там 72 места. Я готовлю все запомнить наизусть. Глава, стих. И называть. Это уже покоряет перед тобой всех. Ты живешь этим. Сказал безумие сердца своем нет Бога. 13-й, 52-й Псалом. Псалом повторяется дважды. Почему? Давид снова встретился с ним. Или то ли он решил усилить его, или забыл. Я не знаю, какая причина. И он ничего нового не приводит, только это. Мы не знаем силы, заложенные в этих словах. Ну, кто-то знает. Это единицы, которые говорят. А когда он говорит, там смеется, то другое, он не знает, что у него в руках. Что-то слово будет судить его в последний день. Надо испытать это сначала. Испытать по всем вопросам, какие у нас будут впереди. Сергей, считаешь, очень быстро. Ни на одном стихе не остановился. Ты вот заново сейчас начни считать, и скажи, вот этот стих, для чего он приведен? Я его считаю, один стих. И тому человеку говорю, как мы в этот стих, входим или нет. Вот мы возвращаемся с работы. Город Искитим. Реконструкции города. От города там 3 километра с половиной. Мы идем двое после ночной смены. И он говорит, я уже поверил. Я говорю, слушай, Володя, вот вышел сеять и сеять. Иное упало при дороге, иное в тернии, иное на камениса, а иное на плодородную. Ты к какой относишься-то? Он не знает. Я начинаю подробно. Вот при дороге. Вот птицы клюют, это демоны воруют. Дорога – это твои мозги. Протоптанное кино. Агитация разная. Слава КПСС, то другое. Мозги как камень. Мозги на камень, похожи на булыжник-то. Ты такой? Нет. Вот вы что говорите? Я это все размышляю. Нет, я не камень. Я говорю, сатана-то похищает, как птицы при дороге клюют-то. Но они все похищают. Кое-что забываю, но серьезный разговор. Я провожу второй, третий, четвертый. Когда перехожу три, он нигде себя не признает. Я снова повторяю, нет. Я говорю, осталось только одно. Приносит плод. 30, 60, 100, крат. Ты 30 человек привел к Богу? Да нет. Я ни одного нет. Значит, не относишься. Вот один ушел. Вариант. Осталось три. Давай снова. При дороге. Дальше ты принимаешь. Понимаете, мы дорогой идем. Зима. Я ему третий раз считаю. И он тогда говорит. Я понял. У меня нет глубокого корня. Я слышу вот с вами. Я прихожу домой. Там жена, дети. Я разматываюсь. Меня размазывают. Понятно? Вы поговорите с человеком. Меня переселяют в одну камеру. Это ментовская камера называют. Дети там, больших начальников. Их нельзя держать общие. Его задавят, убьют. Зубы выбьют золотые. А тут майор лежит. Милицию. Одна милиция стоит. Там один жену убил. Другой на охоте стрелял. И убил человека. А как бы вы на этот вопрос ответили? Он уже спрашивает в первый день. Что у меня написано? А не просто так все написано. Бумага терпит. Он умный. И он вот так лежит там на подушке. Это так отмечает. А думает, думает, губами шевелит. Потом да, ну здорово у вас придумано. Я говорю, нельзя это придумать. Это Бог сказал. Дальше. А как вы на этот вопрос ответите? Я ему цитирую места писания. У него мозги начинают разрыхляться. Это я вам отвечаю на ваш простой вопрос. Надо работать. Надо в интернете. Вот сейчас на меня в интернете вышла матушка, жена, отца Владимира Головина. Его везде поносят. Вот нашелся один Вячеслав Семенов. И он, я попросил его свести, и она вышла. Да вышла на контакт. Я там не бываю. Администрация перекинула на мой, на наш форум. И вот только сейчас писал, я ей ответил. У него нету скайпа. Если бы не ее, говорится, открытые голубые глаза, я бы подумал, что меня обманывают. Как так? Всемирно известный человек постоянно отвечает на вопросы, и нету у него скайпа. Даже не знаю как. Но я это принял, как если, значит, где-то у соседей сходите, найдите. Он мне нужен живой. Писать мне. Зачем писать? Я смотрю на глаза. Человек, если боком стоит, темные очки, я его не принимаю в друзья. Мне нужны глаза, зеркало души, когда я беседую с человеком. Я вижу, что он лукавит или нет. Вот это я даю вам рецепт. Хорошо, что спросили. Но вот которые стихи прошли по каждому отдельно, сядьте друг против друга, двое начинаете тренироваться. Начинайте, как делал Чарльз Пержин. Самый известный проповедник в Англии был. Самый ненавистный для Фридриха Энгельса. Вот как вопрос стоит. И ты увидишь, вот сколько мест Писания есть, это к безумным. У каждого один от того, что много знает, другой ничего не знает, третий надмивается. В эти места, принятые, которые безумие, этот безумный, они тоже разные. И к ним вот эти места все взяты. Тут проделана огромная работа, чтобы разговаривать с человеком. Просто, я не знаю, какое слово назвать, колоссально, и то не подойдет. Этого материала нету нигде больше. Вы еще оценить этого не можете. То, что мы проходим, это оно не просто уникальное, оно единственное. Люди, которые понимают, они сразу же, вот сейчас я с американцами связался, они уже, надо найти переводчика, чтобы все перевели для американцев, для их нации. ищите, я отдал. Книги можно перепечатывать, со мной только договоримся, что там, ты тысячу экземпляров, если на десятину, мне отдал, чтобы у меня было из чего уделять другим. Я и фотографии представлю. Надо работать. Надо без благовестия спать не ложиться. Никому не сказал, положи ложки в стакан, и начинаем говорить проповедь. Обращай их. И ты увидишь, как они будут по-другому звенеть у тебя. Не просто в рот, лишь бы толкать себе. Вот это маленькая вводная часть к тому, что сейчас мы проходим. Безбожник, это болтуные насмешники, из них вот кто. И теперь я ему отвечаю. Понятно? Да, благодарю. Аллилуйя. Более сильного оружия нету. Это я говорю, 56 лет я не выпускаю его из рук. 56 лет, не дней. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Рибалтика, и Скандинавия, и Север. Это все наше. Это только в одно... Это три года была поездка, 650 раз только в библиотеках пришлось выступить. 650 раз я должен был войти в доверие в течение 10 минут, подарить книги и ехать дальше, не считая в дороге, там около храма, где мы свидетельствовали. Это не просто опыт, а это жизнь в благовестии. непрерывно день и ночь. Во время и не во время, как Павел говорит. Где бы ты ни был. Я часто спрашиваю, я говорю, вот вы сны видите, видите, как часто вы видите, что вы проповедуете и доказываете, и указываете место писания. Не знаю, я лежу на спине, проснулся, у меня рука вот так поднята, и пальцем показываю, я говорю, а вот написано. И рука так замерла, и я проснулся, и рука так у меня висит в воздухе. В другом месте они не принимают. Я отвернулся и заплакал, я встал, у меня подушка мокрая от слез. У меня сна нету, как Серахов говорит, и во сне как наяву. Я цитирую места писания, доводы новые, иногда встану записывать, даже у меня нету практики такой, во сне Бог открывает. А почему? Это жизнь. Куда бы ты ни пошел, где бы ни подвинулся, ты глазами ищи тех, кто может услышать слово твое. Отошел. Продолжаем. Бог, всесовершенный дух, источник жизни, видимого и невидимого мира. Первый главный источник богопознания, божественное откровение. Имеются два главных источника познания Бога, божественное откровение и творение, то есть видимый мир. Первый источник познания Бога раскрывает духовную сущность, свойства и совершенства Божие, его святую волю по отношению к человеку, план божественного домостоятельства нашего спасения. Божественное откровение содержится в священном писании и в устном церковном предании. В священном писании нигде не доказывается существование Бога, поскольку эта богодухновенная книга предназначена для верующих людей. Истинная вера черпает уверенность в бытие Божием не в логических доказательствах, а в переживаниях сердца, в религиозно-нравственном опыте богообщения, основанном на молитве и праведной жизни. Истина бытия Божия так же достоверна для верующего человека, как и его собственная жизнь. Своей душой богоподобный человек ощущает близость Бога, стремление к Нему. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божию, восклицает псалмопевец Давид, 41-й псалом, 2-й стих. Бог вложил в душу человека внутреннюю религиозную потребность стремиться к своему Создателю. Того же, кто говорит в сердце своем нет Бога, Святая Библия называет безумным, псалом 13-2. Главное условие богопознания заключается в не в напряжении мыслей и рассуде, ко мне в философских способностях человека, а в евангельской нравственности, чистоте сердца, возвышенной духовности, святости, жизни. Вечная истина, Христос Бог сказал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5,8. Человек, погрязший в грехе, не может пребывать в общении с бесконечно святым Богом и познавать его. «Тот, кто желает познать Творца, прежде всего должен веровать, что Бог есть, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11,6. Первый шаг на пути познания Бога – признание верой его существования. Такова воля Божия. Тому, кто ее исполнит, Господь открывает дальнейшие глубины богопознания. При условии, что жизнь человека будет богоугодной. В вопросах богопознания вера предшествует разуму. «Ибо верою познаем то, что недоступно разуму». Евреям 11,3. «Между верой и разумом нет противоречий. Разум выполняет здесь второстепенную роль, облекая истинной верой в доступную для нашего понимания форму». По словам святителя Григория Богослова, «Не каждому дано любомудрствовать о Боге, потому что на это способны только те, которые проводят жизнь свою в созерцании Бога, которые чисты в жизни своей или стремятся очистить душу и тело свое». Вопросы по первому источнику есть? Гдань, Тихач, будем останавливаться или дальше? Так это от вас зависит, будете восстанавливаться или нет. Я бы останавливался тут на половине предложения даже. Вот говорят, а как узнать, избран ребенок или нет? Я создатель лагеря детского православного трудового, лагеря Астана. И был его начальником 45 лет. А то, ну и еще особенного такого, ничего особенного. В атеистическом море. Это единственный был лагерь в Советском Союзе. Единственный. Три-четыре уголовных дела только за лето против меня выдвигали. Было так 15 комиссий за два месяца государственных, краевых, с участием разных структур, до электриков, пожарных и там все, все, кого только не было. Значит, опыт здесь, такой опыт, которого нигде буквально не было. И я все время присматривался. Главное, это не накормить ребенка, а к Богу его привезти. И никогда у нас не было, что мы его заставляли. Вот приезжают баптиисты были у меня, пятидесятники, адвентисты. Но я не знаю, кого только не было. Русские были, киргизы. Там разные, разные, разные. Евреи, цыгане, немцы, бразильцы. Кого только не было. Никого не заставляем. Но уже через две недели все молятся вместе. А так ты его еще захребет, согнул, да и все. Нет, как ты научен молиться? А я молюсь вот так. Так и молись, Юра. Молись, как тебя родители научили. Смотри, если тебе будет желание молиться, перекреститься, перекрестишься. Мы объясняем, что это означает. Это Бог так делает. И вот Библия говорит, как воспитывать. Без наказания ничего не будет. Златоуз говорит, Бог, Творец, так плотно соединил душу с телом, что наказывая тело, мы вращуем душу. И у меня в лагере, который вы бледете, за каждого ребенка родители расписываются, что они согласны, что будет физическое наказание. Это спасало меня от уголовного преследования. Мне заплно нахлынуто. Кандидат медицинских наук. В отдельной комнате вызывают мальчики и девочки. Проверяют все. Помпрокурор сидит рядом. И заканчивается тем, что помпрокурор говорит, вы моего ребенка возьмете в лагерь? Ее поставили туда, чтобы что-то найти, меня арестовать и посадить. Ничего нету. Ни пятна, нигде ударили. Они смеются. Вас тут бьют. Представь, ребенок. Ну, сколько ему там? Девять, девять. Нет, говорит, нас не бьют. Нас наказывают. Когда мы нарушаем порядок в лагере. У него понятие какое. Они даже не понимают. Ребенок и так отвечает. Никак. Не бойся. Библия говорит. Если любишь сына, чаще наказывай его. Я имею власть над ними. Родители мне его отдали. Я за него отвечаю. Он должен поехать другим. У меня крапива, сетка есть. Сетка, авоська. Бегать куда-то надо там. Ну, разные-разные варианты. А потом исследуют, приезжают профессора психологии, какие только не были у меня. Как вы знаете это? Ну, в первую очередь, я знаю, что это уже опробировано. Вот это вот я взял из Новой Зеландии. Вот это Япония. В Японии так. Вот это вот в Норвегии. Там с детьми как обращаются. Я применяю уже в нашей православной обертке даю ему. А бывали ребенки, которые совсем никак не хочут? Были. Были, но очень редко. Были. Он полдня не прошло, он сбежал. Он такой и есть. А бабка сказала, если он еще сбежит домой, я просто отрублю ему ноги. Другая говорит, я третий раз из-за него развожусь. Я его просто выброшу с седьмого этажа. А сама психологом работает. Но когда я лежал в больнице напираться, она пришла ко мне, эта мать, говорящая это в больницу, отблагодарить меня. Как? Библия нам дала образец. Чаще наказывай его. Не возмущайся криками его. Так и здесь. Вот мы сидим, беседуем. Приехал человек, важный там директор. Он говорит, ну вот вы ездите, а ездите, а земля по Теряевке не принадлежит. А я ему цитирую местописание. Господня земля, и что наполняет ее? Что особенно в этих словах? Он с высшим образованием человек. Тут два ребенка, его с ним приехали, лет по 10, по 12. Все сильное здоровье. Он сразу... И сидим ночью, угольки тут переворачиваем. Там, где лагерь, где сейчас играют в теннис настольный. Там яма была глубокая. И мы в яме сидим, костер. Как сказали? Господня земля, и что наполняет ее? Ну, что вы найдете в этих словах? Да, я в это время молюсь. Эти слова приобретают особую силу. Он посидел маленько. Ну, ладно, я поехал домой тогда. Вот в чем дело. Когда Христа искушал сатана, он в три вопроса, которые дал Христу, вложил все мировые вопросы. Как говорят проблемы. Пфу, поганое слово. И Христос ни разу ему не сказал доводов, а сказал написано. Да мало еще написано. Нет. Он не знает еще силы. А дьявол знает. Написано. Господу Богу Твое поклоняйся, и Ему одному служи. Знаешь, не хлебом единым будет человек, но всяким словом исходящим из Узбожия. И по порядку мы считаем, о чем там, какие были там, камни сделай хлебами, падше поклонись, мне бросься вниз, понесут на руках тебя. Он считает 90-й Псалом. Люди его считают, отбиться от сатаны. А оказывается, сатана его сам считает, чтобы от нас отбиться. Все надо заметить и сказать. Я кое-что говорю, это не вычитанное где-то из опыта, что сатана считает живые помощи. Тут открытым текстом я никогда не слышал ни от кого. И все, теперь уже перестали какие-то заклинания считать. И он каждый раз, Христос отвечает, написано. Почему сам Христос не говорит, что новое ссылается уже на написанное? Это вопрос новый, который возникает. Ни у одного толкователя я не считал, ни у Златоуста, ни у кого. Я должен был вот такими маленькими миллиметрами добираться до этого. Почему? Потому что любое слово заново сказано, его надо смотреть во свете Писания. А это много времени надо. Но когда Христос сказал 5.39 Евангелия Теана, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют о мне. Вот когда ты это поймешь, то скажешь, Сатана это все знает. И он попятился. Притом, я делаю выражение такое, вот Моисей, когда показывает, фильм такой есть, он там где-то на гору, на гору поднялся, вот, и в это время Бог дает ему закон. Вот так вот лазерный луч, как пламя летит, охватывает скалу, и дальше по скале ударяет, ну, как лазерный плющ, это луч, и вот так вот камень оплывает, как воск падает на землю, остаются вмятины, ну, прожженные. Вот примерно так действует Слово Божие. Написано, и оно как лазерный луч бьет его, и он пятится сатана. Он ни слова в ответ не говорит, он ни разу не возразил Христу. Ни разу. Ну, считайте, когда искушал он Христа, Спасителя нашего. Почему? Мы не знаем великой, непостижимой, невидимой силы Слова Божия. Мы не понимаем его, понимает тот, кто обуял человека, кто не дает веры. Отвечайте местами Писания. Теперь, как доказывать по второй книге, как Ломоносов Михаил Васильевич говорит, две книги, одна книга Откровения, это не книга Откровения, Апокалипсиса, это Откровение, что Бог открыл. Это вся Библия называется Откровением. Мы о Боге ничего не знаем, кроме написанного в Откровении, в Святой Библии. Вот эту фразу тоже надо запомнить. И тогда вы увидите, как обстановка сразу меняется. Он сказал так, ничего, помолчи, отойди, и снова начинает считать и разбирать. Сатана попятится, и человек скажет, давай, вот так вырвет, давай пить буду. Отошел. Проси Христос. Проси Христос. Второй источник познания Бога, Его творение, свидетельствует о величии и премудрости Божией. Человек изумляется красоте, сложности, многообразию окружающего мира. Как величественные океаны, горы, леса, поля, немыслимо описать красоту небесной синевы. Неповторимая прелесть есть в рождении каждого нового дня и в его закате. В разные времена года природа по-своему прекрасна. Весной она пробуждается и расцветает, поет на все голоса. Летом одета в роскошный зеленый наряд, расшитый цветами. Осенью мира раскрашен в желтые, оранжевые, красные, золотисто-багряные цвета. Казалось бы, зимой природа должна быть менее привлекательной. Но это не так. Яня слоцис. Выключите микрофон. Хочется смотреть на падающие снежинки, на глубокие чистые сугробы, на заснеженные деревья, будто бы наряженные в белые кружева. Нельзя без светлого душевного трепета взирать на величайшее чудо жизни, открывающееся в растительном и животном мира. У каждого растения, у каждого животного свои удивительные секреты, свои особенности строения и жизни. Например, в крохотном семечке тополя сконцентрирован запас невидимой энергии, достаточной для вырастания гигантского дерева. В любом семени заложена сложная программа, в которой неизвестным для нас кодом зашифрованы ствол или стебель, крона, форма и размер листьев, аромат цветов, вкус плодов, механизм самовоспроизводства и все другие свойства будущего растения. Каждый зеленый лист – это сложнейшая фабрика, производящая органические вещества из неорганических углекислого газа и воды, вырабатывающая кислород. По своей технологии, зеленые фабрики во много раз совершение любого химического завода. Каждое растение – это живой насос, который, преодолевая силу земного притяжения, поднимает воду снизу вверх по стеблю травянистого растения или по стволу дерева к почкам, листьям, цветкам, плодам. Или еще несколько разных цветов растут рядом, питаются от одной земли, но имеют каждые свои неповторимые краски и ароматы. Много более удивительного содержит в себе животный мир. Взирая на его представителя, хотя бы только с внешней стороны приходишь в восторг от изящных форм их тела, богатейших переливов их красок. Так, крыло бабочки настолько великолепно раскрасно, что с холодной задачей не справится ни один художник. У многих птиц перья переливаются несказанно прекрасными цветами. Отдельные виды птиц – искусные певцы. Птичьи мелодии можно слушать круглый год, днем и ночью. Никогда не надоест звонкая песнь соловья, курлыканье журавлей, неугомонный крик чаек, кукование кукушки. Многие животные умеют отыскивать необходимые для них целебные растения, есть животные, заранее точно предугадывающие погоду. К примеру, муравьи перед дождем закрывают входы в свое жилье. Если зима ожидается не суровой, эти насекомые остаются вблизи поверхности почвы. Перед холодной же зимой они располагаются глубже в земле. Заблаговременно до наступления шторма дельфины узнают о предстоящей стихии и заплывают за скалы. Нельзя не удивляться поразительной прочности и изяществу в сети, которую ткет паук. Пчелы изумительно сооружают свои соты, решая на практике сложную инженерную задачу. Ячейки имеют... Умещается максимальное количество меда при минимальной затрате строительного материала. Интересно протекает жизнь у муравьев. У них имеется разделение труда, четкий распорядок жизни. В своих жилищах эти насекомые поддерживают строжайшую санитарию. Муравьев-мертвецов выносят на специальные муравьиные кладбища. За каждым муравейником закреплена своя территория для охоты. Летучая мышь наделена системой эхолокации. Человек же изобрел эхолокаторы только в 20 веке. Посылая ультразвуковые колебания, принимая их отраженными от предметов, летучая мышь в полной темноте, минуя различные препятствия, безошибочно находит добычу. Умелыми строителями являются небольшие животные бобры, которые ведут полуводный образ жизни. На высоком берегу реки бобры роют норы, вход в который проходит под водой. Если же берег низкий, то к тому же и местность заболочена. Они строят хатки в 2-3 этажа и занимают верхние этажи во время весеннего полуводия. Если летом река умелеет, бобры сооружают на ней плотину для поднятия уровня воды, чтобы вход в норы не оказался на суше. Бобры являются искусственными лесорубами, чтобы сваливаемое дерево не упало в воду. Они подгрызают его сначала с противоположной от водоема, а затем со стороны воды, делая второй прогресс ниже первого. Бобры имеют самозатачивающиеся зубы ойсцы. Вопросы, пожалуйста. На, тихонечко. Час прошел. Слушаем вас. А по прочитанному вот вопрос. Биологи, многие есть верующие, а многие неверующие. Они как раз и начинают говорить. Природа так создала. Вот так природа, эволюция. Вот что им отвечать? Интересно, что отвечает. Ну, ничего не надо отвечать. Я не отвечаю, говорит, безумному, чтобы не стать подобным ему. Где она, эволюция? Ни одна бабочка никогда не превратится в таракана. Гусь никогда не превратится в свинью. Ни у какой гусь, говорит, свинений, товарищ. В природе не найдено нигде, невыскопаемых нигде переходные моменты между человеком и обезьяной. Астралопитеки разные, пятиконтропы. Это все обман. Вот. Академик Верхов доказал, что это кости, взятые на расстояние пяти метров от разных животных. Где? Конкретно где? Ничего нигде нету. Это выдумка. И доказывает, что человек это обезьянный. Дарвин этого не доказывал. Он видоизменяемость показывал. Если вот бабочка, она белая была, а живет все время в Лондоне, у нее сереет поверхность под видом стены. Там смог мучает их. И то, что вы задали, это нигде ничего нету. Пусть он докажет. Нет этого? Нету. Вот сейчас придумали клонировать. Отклонировать могут. Там капля крови где-то засохла. И теперь ее могут так развить, родится человек. Там овса доли там была. Там враньем все. Ничего нету. Нету. Вот говорят, искусственно выращивают человека в пробирке. В пробирке выращивают человека. Плод взяли от человека, оплодотворение от человека. И вот сколько женщина ходит, вот сколько дней плоду, плоду этому. И вот нужно брать это то, что вырабатывается женский организм, там все это, питательные вещества, именно в такой же последовательности, как она у нее идет. Это каждый день раз. И надо брать от живой женщины. Нет ничего нигде придуманного. Обмана, обмана, ответа никаких нет. Все сотворил Бог. Вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог, да будет свет. И все остальное. Никогда не идите на поводу. Он сказал. Ну где сказал он? Он бредит, больной. Скажи, докажите где, покажите где. Кто ученый открыл? Нету. Он ничего не может сказать. И вам не надо на поводу у него идти. Этого нету. А что раньше? Курица или яйцо? Конечно, курица. Еще не знаю. Сотворил Бог курицу и животным. Сказал и произошло. Она закудахтала. Петух потоптала. И тут же она яйцо снесла. Все на месте. Вот когда женятся, то стараются, чтобы мужчина был старшей женщины. Ну так принято. А почему? Ну Адам был первый сотворен. Он старше Евы был. На сколько там? На день, на два. Но он старше был ее. Это все имеет обоснование на страницах Священного Писания. Тут на любой вопрос. Отвечай только по Библии. И ты никогда не ошибешься. Слушаю. Вот про Женец-то как раз спрашивал несколько занятий назад. Вас не было. Тогда что-то от себя тоже добавите. Как супругу выбрать так, чтобы потом не самое... Сума не сойти. Вы куда-то далеко отдалились, поближе к микрофону. Супругу как выбрать? Вот Сергей отвечал тут мне. А вас не было тогда. Не пойму, кто не был-то? Я ушел. Вон Гестр, на том занятии, когда задавали вопрос, как выбрать себе супругу. И Сергей ответил как-то. А вас не было еще. Ну, еще дальше. Ну, чтобы вы ответили, как выбрать себе супругу. Да я и говорил уже неоднократно об этом. В первую очередь, остался без жены, не ищи жены. Все вопросы решились. Зачем тебе это? Зачем ее избирать-то? Они все одинаковые. В ней уже заложено противление и прочее. Надо, чтобы из верующей семьи была. Ну и все остальное. Я бы тебе сказал, как говорится, похоже на мусульманку. Чтобы ее сохранили. А если ты уже за 30 лет, то зачем тебе это все нужно? Вот считаешь, я могу посоветовать мирская литература, Крейсер Рассаната Льва Николаевича Толстого. Прочитайте заново. Там эти вопросы решаются. Как раз эти вопросы. Жениться. Он говорит, а зачем жениться-то? Ну и дальше, как на него нападает, он отвечает. Ну отвечает очень умно. Как ее выбирать? Никогда. Она обманет тебя. Десять раз вокруг пальца проведет. Она и платье деленное наденет, и полоточек подвяжет. Он ее любит. Любит ее. Любит-то ее. Тащит, говорит, на руках. Расписались. В подъезд уже зашла. Она говорит, на руках неудобно. Сема, все равно мы уже расписались. Страдыш, я к тебе на шею сразу перелезу. Вот и все. Не давай, говорит, в воде выхода, злой жене воли. И нашел я женщину горше смерти. Считай непрерывно. Апостол Паев говорит, вы женитесь, будете иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Уже заранее. Если хочешь это узнать, возьми книгу, заряди. Я не знаю, она в интернете должна быть. Ян Амос Каменский. Он называется «Отец мировой педагогики». Ярмарка суеты называется, глава. Прочитайте ее. Я никогда не смогу так ответить, как он ответил. И там конкретно показывается. Жена, когда умирает, как опять ищет. Их на весы взвешивает. У кого больше соплей? Вот и определение. Не выбирай. Если это от Бога, оно явится само к тебе. А то еще сейчас берут из дальней стороны, а дальше начинаете ездить. Да еще с другой страны. Я еще не видел, чтобы другой страны польза была какая-то от этого. Раньше была поговорка такая, говорит, свой назем, да издалека везем. Назем – это коровьи ошметки. Навоз. Свой назем, да издалека везем. Селушка-полушка дарут перевоз. Вопрос можно? Да, конечно. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Добрый день. Да, я немножко приболел гундошу, но это не мешает мне задать вопрос вам. Значит, вот на такую тему. Вот буквально на Рождество с Храма Христа Спасителя велась трансляция торжественная. Я не знаю, как-то люди, я не знаю, смотрели, не смотрели, увидели. Патриарший хор. Женщины стоят все без платков, без головных уборов. Патриарший хор. Ну, беру, читаю, увожу. Храм Христа Спасителя – это храм храмов, оплот христианства. Ну, беру, задаю вопрос. Есть такая Евгения Сенчакова, пресс-секретарь Якутской Ленской епархии. И вот, вы только послушайте, что она мне отвечает. Почему нет платков? Ну, мотивация. В платке петь плохо. Условно, договоренность со своим приходом. А может быть, они не замужем. Платок на ушах мешает слушать. Хор Христа Спасителя, патриарший, там профессиональные певцы. Им не обязательно одевать. Вы знаете, мне настолько это поразило. Просто уму непостижимо. Что вы можете сказать по этому поводу? Что вот в этом храме храмов, в нашем самом главном православном, и стоят женщины без платков на весь мир. И как бы вот так. Вот такой вопрос мне к вам, Евгений Сихонович. Ну, мирские говорят по-мирскому. Кто любит мир, в том нет любви очень. Они называют причины. Феофан Затворник это говорит о посте. Человек говорит, когда мне надо будет нужда, я попощусь. А вот дальше. А у меня здоровье не позволяет. Четыре причины приводит. Он их все отвергает и говорит, остается одна причина, я не хочу. А вот когда умрешь, и тебя демоны потащивают в ад, хочешь, не хочешь, а пойдешь туда. Ну, какой это довод? Это самый сильный довод. Более сильного нету. Так и здесь. Это чужое все. Никому это пение не нужно. Ему никак. А скажи, как у мусульман прекрасные хоры, женщины поют, одетые в хиджаби. Ни одной нет без платка. Ни одной волосинки не видно. Там большие хоры бывают. Вот и доказательство. Скажи, женщины сидят в Государственной Думе, все без платков, до одной. Посмотри, сидят женщины при совещании у Рамзана Кадырова. Все до одной в платках. Да не просто платки. А как надето? А я девушка, а я не женщина. Да какая разница? Там написано муж и жена, то есть женского пола. Я недавно этот материал выставлял. Если у вас нет, его я вам скину. Всякая жена. Всякий муж. Не надо придумать тут. Апостол Павел 1 Коринфянам 11 главе это раскладывает по полочкам. А в конце, говорит, кто бы хотел спорить, то ни мы, ни Церковь Божия не имеют такого обыча. Спорить не о чем. Я тебе сказал, а нет ее, чтобы ее там духу не было. Но они ничего не сделают. Потому что как может говорить, что бриться нельзя Осипов? Как ему доказать, что у него масонский галстук? А почему? Так он масон может быть в последней степени. Ему что доказывают-то? Сколько он перепортил-то? Он ни одного хорошего священника не выпустил. Он ересями до наздрей набитый. Как ему доказать? Да никак к нему не идти и все, не учиться. И все, говорит, сдохла собака. Чтобы ему не платили. Вот человек кривляется, пляшет. А вы не давайте Златову с Гортиемой. Он пойдет работать. Как с ним бороться? Очень просто. Как Ганди и другие объявили бойкот. И английская владыча столопнула. Никто не выходит на работу. Его арестовали, притащили, но он стоит столбом. Ну разгружать надо. Он не разговаривает. Стоит и все, и все. И вся машина захлебнулась. Это очень хорошо. У Льва Толстого, опять же ссылаясь на него, три брата как были. Один торгаш, другой военный, а Иван дурачок. И как у них это было? Как война наступила, воевать надо. А Ивана свое царство, он... Так и нас же забирает. Ну и пусть забирает. Так убивает. Ну и пусть убивают. И солдаты той армии, фашисты пришли, им стало гнусно. Они повернули назад и больше никогда не приходили. Вот весь ответ. Там нечего делать вам. Не ходите в этот храм, не смотрите. Говорите, абсолютно бесполезно. Там все мирское. Там настоящая служба, может, один раз была, когда пустя рай, пришла и танцевали. Они же молились как? Пресвятая Богородица, убери кого? Не надо туда идти тебе. Сиди, молись дома. Зайди в хороший храм, где все соблюдается. А то это нельзя. Неправда. Вот в нашем храме у нас все это соблюдается. Да, это большая работа. Без платка никого нет. Приехала хиерея с ним в Хариске. Все до одной. Только послала Маша Варабаш, взяла их. Выходят все в платках, под булавочку. Все ребята в поясах и все. И по-другому никак не было. Приехали корреспонденты. Они сразу же переоделись. На территорию даже нельзя зайти было. Вот я пригласил их. А она секретарь Морозова. Сейчас я знаю. Александра. Городская администрация. Это не район, а городская. Города Барнаула. Но ее Влад Галенко я ему разрешил. А он корреспондент в Алтайском УВД. Ну и договорились встретиться. Но они подошли раньше. Она пришла к нему на встречу. А теперь ко мне на остановку. На вокзал ехать-то. А я уже пришел раньше и смотрю. Издалека не видно, что делает. Но видно, что он вот так руки расставил. Ее закрыть, чтобы не видно, как она раздевается. Но со стороны не очень понятно, что такое. Женщина там, мужик ее прижал к стенке или что. И видно, что она снимает там свои эти ненужные. И юбка там у нее, длинные штаны там снимает. Картина, конечно, не для слабонервных. Кто еще думал? То я сказал, ну и посмеялись только. Она мигом разделась. Все подшебурилось, все как надо. И журнал, центральная охрана, центральный журнал МВД России печатает. И она там стоит. Ее никто не может отличить. Все, вопрос снят. Девушка, женщина, у нас ребенок на руках у матери сосунок. У него уже два платка и волосинки не видно. А если это жена, это не замужняя-замужняя, значит, а до какого возраста? Она, мол, до 90 лет не вышла замуж, еще без платка. И пол головы надевает только. А зачем? Как у старообрядцев. Все это обман. И мы нашими общими доказываем, этот обман легко ликвидировать. Делать как положено. А там, в храме Христа Спасителя, я бы туда даже и заходить не стал. Ну, самое страшное, Игнатий Тихонович, самое страшное, что люди смотрят. Это патриарший хор. Это, ну, пример всему. Неужели патриарх не видит этого? А люди, шмиряне, подумают, что так и нужно. Вот что самое страшное. И еще хочу сказать вам. Вот это Евгения Синчакова пишет мне, что я религовед и православная монахиня. Хорошо разбираюсь в церковной жизни. И в целом ориентируюсь в разных религиях. Могу объяснить церковные учения, различные христианские религиозные практики. И вот это она мне объясняет таким макаром, что почему можно не носить платок, что можно договориться с приходом, что, а может быть, они женаты, а может, они профессиональные. Представляете? А вот первое послание Коринфянам 11, это для нее пустой звук. Ну, благодарю вас. Как всегда, ответ исчерпывающий. Я никогда с ними не разговариваю. Бог будет сидеть по слову своему, а не то, что она до ноздрей набита мирской мудростью. Что говорить-то? Она оправдывает злодеяние. Потому что если с непокрытой головой, говорит, это дан знак для ангелов. И поэтому посрамление твое восходит до ангелов, до неба. И он зато ус объясняет. И не надо там мальчик, а то девочка или девушка, или женщина, или старуха. Жена. Все. А если парень, тогда выходит, если она девушка, вы имеете в виду, тогда рядом написано муж. Тогда муж это, ты женат, ты не женат. А тогда не женат, и все в шапках могут быть. Ну, тут же ясное дело, что ни логики, ничего нет. Спаси Христос вас, Игнатий. Аллилуйя. Ну, еще, друзья, замолкнуй. Давайте вопросы ваши. Еще 13 минут. Сергей Павлович, если вопросов нету, ну, можно посчитать подальше. Игнатий Тихонович, можно я спрошу? Да, давай. Вот вы часто говорите, не люблю слово «проблема». Ну, вот проблема и нерешенные вопросы, это же одно и то же? А почему вы не завидите это слово? Одно и то же. Одно и то же. Это американское слово «проблема», «проблема». Да незачем. Ну, исключи его, и все из лексикона, и ничего не будет. Слово «проблема» ты ни у классиков, ни у Достоевского, ни у Пушкина, ни у кого не встретишь. Их нету, этих слов. Сегодня словами привыкли прикрывать сущность. А святые запрещают подмену слов делать. Надо вещи называть своими именами. А вот сейчас они называются однополые браки. Нет этого. Есть садомиты. Садомиты. И государство настаивает, это подготавливает, чтобы земля сгорела. Садомитов Бог сжигает. И весь ответ садомиты, это библейское название. Ну, «проблема» это значит не русское слово, да? Американцы, от американизма. А то бывает «духовность», это горбачевское слово. Ну, маленько, это можно найти происхождение. Нет духовности, такого слова нету ни в Библии, нигде это. Есть духовный человек и плотской. А слово «духовность» это что там, снимали, блуд, все там есть. Сверху коробки перекрестили, крестик нарисовали, все пойдет. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Сергей Павлович, а почему-то экран разделен на две, Игнатий Тихонович, ну, коротенький стал, такой вот, сузился. Почему вот человек какой-то слева, его нельзя убрать, чтобы на полностью был экран? Сергей Павлович, я демонстрацию экрана отключил, это просто у себя, щелкните на компьютере по Игнатий Тихоновичу, Игнатий Тихонович будет большой. Вот так, заслужило по мне, чтобы щелкали. Да нет, Сергей, нет, не пол, ну ладно, хорошо. 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 Вот Игнатий Тихонович, по поводу Головина мне пишет, что если бы вы не выкладывали записи, то, может быть, с вами быстрее бы связались, потому что ваш разговор с ним может повлиять на некоторые моменты, на его судьбу дальнейшую. Ну, про это я не могу сказать, догадываться. Я могу только сказать, что сегодня она вышла на меня, очень благодарность, и говорит, «Отец Владимир, о вас отзывается очень хорошо, высоко». Ну, это в интернете видно и проще. Но я хотел, чтобы побеседовать тут. Тем более он собирался потеряевку нынче приехать, а на следующий год там компания уже собирается. Ну, я приглашаю, чтобы и матушка приехала. А как они меня... Ну, он приближенный к нему человек написал. Как он... Можно от меня пострадать или как сказать там? Никак. Не надо чужим мнением жить. Говорят там, не говорят, то другое. Мы в хороших отношениях, и кому до этого дело есть? Я никакого разбора учения его не делаю. Я вижу, что нападают зря. Нападают от зависти. Там Новопашины разные, там Дворкины. У них ничего этого нет. Они завистники. Добрый день. Поздороваться. Янис Лосцис. Слава Христу. С миром. Я здесь впервые. Я только присматриваюсь еще. Всем поклон. Плохо слышно меня. Плохо слышно меня? А вы кто? Янис Лосцис. Из Риги, из Латвии. Слышно вас хорошо, Янис? А? Да? Слышно хорошо. А Игнатий Тихонович я не слышу. Я слышу. Скажите, с латышского языка переведите на русский. На АВНС Ауглюс. Смерть приносит плоды. Да, правильно. Да, и у вас ударения очень правильные. Да, еще вы сказали вчера, по-моему, в одном ролике. Приза Тава. Ну, спаси Христос. Мне латыши всегда нравились в армии. Поэтому я поехал в Латвию после армии. Да. В Латвии мне очень понравилось. Я через три с половиной месяца уже с ними разговаривал. Да, удивительно. Это Господь делает. Говорят, они такие националисты. Куда пройти, вот так показывают хоть куда. У меня когда бы не было с ними, они и в дом заводят. Я говорю, ты сам измени отношение к людям. 20 лет живешь и ни одного слова не знаешь. Работящее. Искреннее. То есть я с ними на корабле работал, на Балтике. Да, простые люди, очень добрые, да. Постепивные, вежливые. Да. Хорошие эпитеты. Ничего не могу плохого сказать. Ну, это политики только там что-то ворочают. Знаете, для чего интересно. Мы жили в Советском Союзе, потом отделились, оказывается. Да, потом уже и в НАТО попали. Вот так думаешь. Что теперь с нами будет? Скоро ракеты на нас полетят. Да. Все время пугает нас. Россия. Так, вопросы по писанию. Давайте. У кого что есть? Да. Еще шесть минут у нас в запасе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Весьма своеобразно животное верблюд. Он живет в знойных пустынях. Его тело покрыто густой и плотной шерстью, которая препятствует испарению влаги и предохраняет организм от перегрева. Верблюд очень экономит воду, даже в невыносимый зной он не открывает рот, чтобы со слизистой оболочки ротовой полости не испарялась вода. У него замедлена частота дыхания и даже в жару она составляет 16 вдохов в минуту, что во много раз меньше, чем у других животных. Этим самым достигается уменьшение потери воды за счет испарения при дыхании. Почти полмесяца верблюд может не пить. Из запасов жира, отложенных в его горбах, получается много воды. Немало дивного и обитателей подводного мира. Так, плавательный пузырь рыб – это аппарат, с помощью которого они регулируют глубину своего погружения в воду. Изменяя объем пузыря усилиями грудных и брюшных мышц, рыба тем самым меняет свою среднюю плотность, от которой зависит глубина погружения. Люди восторженно любуются великолепием окружающего их мира. Но сколько же удивительного, интересного, великого, таинственного заключается в самом человеке? Разве не величайшее диво, что человек зарождается из одной клетки, объем которым немного больше 15 кубических микрон? Если бы можно было бы сложить вместе зародышевые клетки, из которых образовались все нынешние живущие на Земле люди, они заняли бы объем в 12 раз меньше 1 кубического сантиметра. Уже в зародышевые клетки человека запрограммированы его рост, телосложение, голова, руки, ноги, глаза, уши, сердце, легкие печени, желудок, кишечник, цвет волос и глаз, форма носа, черты лица и т.д. Очень и очень сложны устройства и функционирование таких систем у человека, как нервное, кровеносное, пищеварительное, дыхательное, размножение и другие. Тоже можно сказать и о железах внутренней секреции, органах выделения и т.д. Даже несколько цифровых примеров, приводимых ниже, могут отчетливо засвидетельствовать, что тело человека – изумительнейшая конструкция. Головной мозг человека состоит из 10-14 миллиардов нейронов, так называются отдельные клетки нервной системы. Спинном же мозге их насчитывается 13 миллионов. Тело взрослого человека пронизывает 160 миллиардов капилляров общей протяженностью около 100 тысяч километров. Длина одного капилляра менее полмиллиметра, а диаметр в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса. В каждом кубическом миллиметре крови человека находится примерно 5 миллионов эритроцитов – красных кровяных телец, переносящих кислород от легких тканей и углекислоту в обратном направлении. В одном же эритроците содержится около 280 миллионов молекул гемоглобина – сложнейшего органического соединения из четырех цепей в форме спиралей, каждая из которых состоит примерно из 10 тысяч атомов водорода, углерода, азота, кислорода, серы и четырех атомов железа. Кровь имеет красный цвет за счет атомов железа. В каждом кубическом миллиметре человеческой крови находятся от 5 до 10 тысяч лейкоцитов, белых кровяных телец и от 200 до 300 тысяч кровяных пластин. Известно также, что слуховой нерв состоит из 40 тысяч волокон. Сетчатка глаза состоит из 7 миллионов колбочек и 100 миллионов палочек. Так, ну что, будем заканчивать, помолимся. Достойно есть я кого истину, блажит тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога славородшую, сущую Богородицу Тя величаем. И полейте всегда и тихо. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, сотворивший весь мир, видимый и невидимый. Как многое ты открываешь человеческому разуму, и как мало он может вместить и за все прославить тебя. Воистину, душа наша вселилась в лепоту, в ту красоту, которую воспринял на себя Спаситель наш Иисус Христос. Слава тебе! Научи нас ценить это и не быть врагами своему телу. Научи нас жить с мудростью Твоею, заботясь о душе, дабы в вечности предстать пред Тобою в обновленном теле. Тебе, Господи, хвала и слава, честь и поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос, Бог. Спаси, Христос, спокойной ночи всем. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович.